Пляски с бубном при установке Windows 7 на новый ноутбук Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня с вами ESET Smart и в этом видео мы рассмотрим Как установить Windows 7 на ноутбук HP 14BS 0XX На этом ноутбуке не было операционной системы Если мы перевернем наш ноутбук, то здесь никаких опознавательных наклеек просто нет Этот ноутбук продавался без операционной системы На этом ноутбуке не было никакой операционной системы И мы будем устанавливать сюда нашу сборку, операционную систему Возможно вы будете устанавливать сборку А я буду устанавливать Windows 7 именно от сборка от Monkrus Здесь присутствуют USB 3.0 драйвера, которых нет на обычных официальных сборках Допустим пусть будет вот такой вот у меня Windows 7 Professional Где у меня официальный образ и я просто пытался с него установить И он у меня затребовал USB 3.0 драйвера Хотя у меня здесь все порты USB 2.0 Почему я не мог установить? Я на все порты USB 2.0 попробовал И ничего не помогает Просто операционная система не устанавливается А ему нужны именно USB 3.0 драйвера Поэтому я взял сборку от Monkrus Где уже интегрированный USB 3.0 драйвера Установка возможно пойдет удачно Я испробовал и здесь уже у меня проблем нету То есть ошибка не выходит, когда требует USB 3.0 драйвера И установка не идет дальше Теперь нам нужно настроить BIOS для установки Windows 7 Открываем наш ноутбук Включаем наш ноутбук И нам нужно войти в BIOS Нажимаем клавишу Escape Мы нажали клавишу Escape И здесь у нас вышло F1 это системная информация F2 диагностика F9 это Boot Device Option Это Boot Menu Для загрузки с флешек допустим Если вы хотите быстро загрузиться F10 это у нас BIOS F11 это Recovery Если вы ноутбук покупали с операционной системы Windows 10 И у вас есть скрытый рекавер раздел Предустановленный в Windows То с помощью клавиши F11 вы можете восстановить С вашего рекавер раздела вашу операционную систему F12 это загрузка с вашей сети Нам нужно нажать клавишу F10 для входа в BIOS Нажимаем на клавиатуру F10 И здесь у нас есть некоторые параметры Переходим стрелкой вправо Системные конфигурации Boot Option Здесь нам нужно выставить Legacy Support Его нужно включить Если он у вас допустим выключен Disabled стоит То вам нужно его выставить в Enabled После того как вы переставили Legacy Support Вам нужно перейти Legacy Boot Order И здесь вашим первым носителем Выставить вашу флешку Здесь USB Disket Или USB CD-ROM Один из них Можете с помощью клавиши F5 Опустить ниже ваш жесткий диск Это Legacy Boot Order И также не помешает Сделать вам С помощью клавиши F5 F6 Выставить ваш жесткий диск На последнее место После этого возвращаемся назад Сохраняем И выходим Предварительно нужно подключить Вашу флешку Вот у меня флешка С Windows 7 операционной системы Подключаем в один из USB разъемов Флешку подключили Не забываем подключить зарядное устройство Чтобы ваш ноутбук не отключился При установке операционной системы Вот такая у меня зарядка есть Просто его подключаем Нажимаем Exit Saving Change Нажимаем OS И пусть он загружается Можете нажать F9 Для входа в Boot меню И загрузки с вашей флешки Но мы уже настроили Для загрузки с флешки Поэтому у нас проблемы С загрузкой с флешки Не должно быть Загрузка не произошла Почему-то Я не знаю почему Флешка вроде он увидел Что такое произошло Почему-то он не загрузился Попробуем в этот разъем Почему же ты не грузишься с флешки Я ведь тебя первым достал в приоритете Ладно Давайте так сделаем Нажмем клавишу F9 Для входа в Boot меню Вот мы загрузились в Boot меню Здесь есть пункты OS Boot Manager у EFI У нас это у нас USB Hard Drive В режиме MBR Загрузочный Это у нас не UEFI И разметка у нас не в GPT У нас флешка обычная Загрузочная флешка Windows 7 Без UEFI Поэтому выбираем USB Hard Drive Jet Flash На 8 гигабайт Свою флешку выбираем Происходит загрузка Здесь выбираем Windows 7 Сборка от Moncruz 64-битная Так как у меня оперативной памяти 4 гигабайта на этом ноутбуке Здесь нажимаем ОК Просто Выбираем язык русским На этом этапе у меня выскакивала ошибка Что моя флешка не определяется Здесь у меня никаких ошибок нету Значит все отлично у нас Нажимаем Установить На этот ноутбук На официальном сайте есть драйвера Это только для Windows 10 Для Windows 8 и для Windows 7 просто нету Как видим не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков Здесь нажимаем отмена И что у нас драйверов просто нету Повторить поиск Значит наш жесткий диск просто не определяется И ему нужны кое-какие драйвера Как же все сложно стало устанавливать Windows 7 друзья Я не могу в этот Windows 7 поставить даже Но почему вы в самой свежей ноутбуке Вы не даете нам Windows 7 просто установить Ведь хозяин потребовал установить Windows 7 А я ничего не могу сделать Мне надо обязательно сейчас влезть в официальный сайт Где только драйвера для Windows 10 Мне нужно искать кое-какие драйвера и загрузиться Я даже уверен что в большинстве случаев Сейчас мои USB порты USB флешки Ни один USB порт не будет работать После установки Windows 7 И мне придется с помощью диска С помощью драйвера паков Искать этот USB драйвер Чтобы USB все завести Как на ноутбуках Acer HP так же Не дает нам ничего сделать Ну что я могу сделать Обзор И подсунуть какие-то либо драйвера Которых у меня просто нет Я ничего не могу сделать Никакие драйвера поставить А если мы это закроем То мы отменяем просто установку Так Windows 7 я не могу поставить отсюда Как быть Как же быть А Windows 7 так хотелось сильно поставить Придется Windows 8 ставить Хотя я не сказал Если Windows 7 не получится То установи Windows 8 Но он сильно хотел Windows 7 Прямо желал Он желал только Windows 7 Чтобы у него было установлено Конечно я могу завозиться Скачать эти самые USB драйвера Для SATA контроллеров Чтоб жесткий диск он увидел Хотя бы И установить его Но будет ли все это Настолько корректно работать Потому что драйверов просто нету Ладно я беру сейчас Windows 8 И ставлю Windows 7 Заводим сразу Windows 8 Хотя сборка от Moncruz Сразу USB увидел А вот при установке на Выборы Он здесь уже В ошибку влетает Не найден необходимый драйвер Для дисковода Оптических дисков Какие оптические диски У нас ведь с флешки грузятся Наш жесткий диск Он не определяется На 500 гигабайт Ладно Вот что происходит Когда я подключаю USB флешку И он не определяет Мою флешку Я подключил Windows 7 Максимальная И у меня вот такая ошибка Что моя флешка Не определяется При установке Windows 7 Так что я пробую Другую флешку С Windows 7 И так же драйвера Не находит Вот у меня выходит USB 3.0 Подключен А подключить его На USB 2.0 А Moncruz грузился Так же проблем с ним Windows 7 не устанавливается Надо какую-то сборку Искать наверное Что я могу сказать Я нашел диски Попробуем с диска Стартануть Здесь у меня есть Одна сборка Называется Windows N-Book N-Book Ultimate 7 Это Бу Авгорский Windows 7 Авгорского Попробуем с него Запустить Я не знаю Здесь диск Давно уже Я не использовал Может быть он уже Покорябан Весь диск Но у нас Ноутбук свежий И Дисковод у него Не заезженный Такое желание Обрадовать хозяина Что поставить ему Windows 7 И Привычный Windows 7 Который он любит И реально Я хочу ему поставить Просто знаете Я не хочу ему Восьмерку ставить Он не любит Восьмерку А Windows 10 И подавно Он не любит Поэтому Давайте обрадуем Хозяина Попробуем поставить Может быть реально Вот этот Windows N-Book Где у нас Интегрируем Большинство Драйверов Может быть там Есть Насадок Наш накопитель Загрузимся С нашей флешки И попробуем Установить Наш Windows Здесь выбираем Ноутбук CD DVD Давай Давай Раскручивайся Диск Ура Нажимаем Здесь Далее Установить Дисковод Так Выбираем Windows 7 Максимальная X64 А у нас Другого нету Здесь Только X64 Максимальная Полная установка И все Друзья То есть Эта сборка Мне реально Помогла В этой сборке У нас Когда я Загрузился С диска Проблем Никакие Не возникли И я могу Установить Операционную Систему Здесь Мне нужно Удалить Все разделы Удаляя Все разделы Которые Здесь Были Удалить Удалить Давайте Обрадуем Хозяина Ведь Хозяин Хотел Windows 7 И Если Я ему Скажу Что Мне Удалось Установить Windows 7 Завести Все Драйвера Он Просто Будет Счастлив Поэтому Пойдем На встречу Нашему Хозяину Так Создать И здесь Я выбираю Раздел На 200 гигабайтов Нам вполне Будет достаточно Локальный диск С 200 гигабайтов Создать Ведь жесткий диск У нас На 500 гигабайтов И вполне Мне сгодится 200 гигабайт На локальный диск С А 270 гигабайтов На локальный диск Д Зарезервирована Система У нас Появилась Можем Этот раздел Удалить И объединить Чтобы у нас Был Только Локальный Диск С И Д А Свап Файл У нас Зарезервирована Система Просто Расширяем Применить Окей Все Теперь можем Устанавливать У нас Только два Раздела Локальный Диск С И Д Нажимаем Далее И происходит Копирование Файлов Самая Обычная Установка Установка Все таки Прошло Успешно Я полностью Переустановил Операционную Систему На Windows 7 Это у меня Сборка Авгорского Давайте Попробуем Так Мышка 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 Я его По USB Подключил А мышка Мышка Друзья Не работает Драйвера Не определяется Я ведь Драйвера Поставил Попробуем Жесткий Диск Подключить Да что же Это такое Что же Пляски С бубном Подключаю Жесткий Диск И Ничего Не помогает Друзья Я не знаю Что делать Windows 7 Установить Это целая Эпопея Блин Настоящая Диспетчер Устройств И здесь Куча Драйверов Неустановленных Автоматически Драйвера Не установились Мне нужно Сетевой контроллер Сейчас завести Наверное Я буду Или по сети Перегонять Эти файлы Или с диска Я буду Устанавливать Вот у меня Есть диски Драйвер Пак Солюшн Сейчас я Наверное Установлю Из Драйвер Пак Солюшн Я заведу USB Наверное Так и Сделаю Где у меня Драйвер Пак Солюшн Вот у меня Драйвер Пак Солюшн Есть Сборка 17 Или Снайпи Драйвер Инсталлер Не знаю Один из них Я сейчас Запущу И попробую Эти дрова На USB Завести Да что же это Такое HP Ну USB Никак не Завести Старую Операционную Систему Вы не Поставите Уже Вам Придется Очень Долго Возиться С этим Я Сборку Поставил Я Хоть Сборку Завел И Сетевой Контроллер Ничего Не Определяется Попробуем Или по сети Или с диска Поставить Попробуем Сначала С диска USB Завести Может Заработает Реально А Жесткий Диск У нас Не Ничего Тачпад Хоть Работает И На это Спасибо Давайте Попробую Я сейчас Подключить Диск И Запустить Запускаем Снепи Драйвер Инсталлер Только Мой Дисковой Диск Считал Бон Потому Что Я Не Знаю Как Я Сетевую Карту Заведу Хотя Сетевую Карту Завести А Там Уже По Локальной Сети Файлы Перебрасывать Ноутбук Неразборный Жесткий Диск Так Нам Нужно Здесь Выбрать USB Режим Эксперта Выбираем Вот USB 3.0 Есть USB 3.0 Остальное Потом Заведем По хорошему Вообще Надо Каждый Драйвер Устанавливать И Создавать Контрольные Точки Восстановления Что В случае Чего Если Что-то Пойдет Не так То Мы Могли Откатиться На раннюю Точку Восстановления И Переставить Дрова Это За этим Конкретно Нас Потому Потому Что Здесь С Драйверами Возможно Проблемы Так Не Установ Не удалось Установить USB Не Работает USB Мышка Не Работает Так Что Можно Еще Поставить Ну Давайте Сетевую Карту Заводить Realtek Lan Будем По сети Перегонять Потому Что Я Не Знаю Можно Еще График Установить HD График О Сетевая Карта Появилась Сейчас Я По Локальной Сети Подрублюсь К моему Роутеру И По сети Попробую К своему Компьютеру Достучаться Оттуда Уже Ко всем Драйверам Сборкам Драйверов Которые У меня Есть Или Может быть Скачаю USB Дрова Сейчас Увидим Я Подключил К сети По кабелю Вот Я Вывел Кабель По Локальной Сети И Подключил К основному Своему Модему И Здесь У меня Интернет Есть Мы Подключились К нашей Сети Общий Доступ К сети Есть Я Могу Перейти В сеть Здесь Я Выбираю Свою Сетку Включаем Общий Доступ Да Включить Обнаружение Сети Вот Моя Сетка Вот Мои Все Драйвер Паки Драйвер Пак Солюшн Я Думаю Один Из Драйвер Пак Возможно У меня Увидит Мои USB И Просто Установит Их Без проблем Поэтому Я хочу Установить Просто Без проблем Все Это Вот Наш USB Драйвер USB 3.0 Давайте Попробуем Установить его Установим Этот Драйвер Наша Мышка Автоматически Должна Заработать Драйвера Успешно Установлены Нажимаем Готово Ну Что Мышка Подключаем Повторную Мышку А Мышка Не работает И Жесткий Диск Возможно Тоже Не будет Работать Давайте Попробуем Включить Его Наш Жесткий Диск Тоже Не Определился Пробуем Следующий Драйвер Я Запустил Сам Драйвер Сборка Сам Драйвер 16.7 Теперь Можем Здесь Есть USB 3.0 Рут Вход Попробуем Его Установить Установить И Приступить К Выполнению Также Есть USB PCI Надо Будет Его Тоже Установить Сейчас У нас Все Средства Хороши Чтобы Установить USB Так Что У нас Здесь Мышка Давай Ура Мышка Заработала Друзья Сам Драйвер Мне Очень Помог USB Мышка Определяется Я Могу Уже USB Мышка Управлять Теперь Попробуем Наш Жесткий Диск Подключить По USB И Наша Windows 7 Будет Работать Подключаем По USB Наш Жесткий Диск Установка Программного Обеспечения Драйвера Устройств Все Отлично Наш Жесткий Диск Определился Теперь Мы Можем Жестким Диском Управляться Надо Надо Все USB Порты Проверить Также И Как Она Все Работает Теперь Нам Мне Нужно Каждый Драйвер Установить Отдельности Потому Что Чипсет Драйвера Нужны Возможно Я Скачаю С Официального Сайта Чипсет Драйвера И Попробую Сейчас Его Установить Или Может Быть Сразу Драйвер Пак Ставить Сейчас Я Создам Контрольную Точку И Попробую Поставить Все Драйвера Автоматически Все Драйвера Я Искал По Модели Ноутбука HP 14 BS 0 XX Но Он Ничего Не Находит Поэтому Я Ничего Не Мог Сделать Вошел В Официальный Сайт HP Ввел Серийный Номер Этого Ноутбука И Нашел Такой Ноутбук HP 14 BS 003 UR Это Модель Ноутбука У меня 14 BS 0 XX Возможно 0 3 Здесь UR Перешел По этой Ссылке ПО И Драйвера Здесь Нажимаем По Этой Вкладке Нажмите Здесь И Вот Наш Ноутбук И Вот К нему Драйвера Здесь Windows 10 64 Разрядная Если Мы Выберем Изменить То Здесь Только Windows 10 Windows 8 Нет На Windows 8 Эти Драйвера Отлично Могут Установиться И Без Проблем Работать Драйвера Чипсета Возможно Можно Было Поставить Но Я Настолько Сильно Устал Что Скачивать И Устанавливать Вот Эти Драйвера Чипсета Я Не Хотел Просто Я Подустал Я Решено Все Драйвера И Даже Вот Здесь Вот Эти Драйвера Я Ни Один Из Них Не Ставил Но Я Ничего Не Ставил Никакие Драйвера Из Официальных Источников Вы Можете Установить Эти Драйвера Можно Было Также Поставить Клавиатуру Тачпад Но Это Все Будет Настолько Глючно Работать На Windows 7 Что Я Даже Не Представляю Поэтому Я Просто Завел На Ноутбуке Все У меня Работает Все Прекрасно На Ноутбуке HP И Все Бодро Работает Ничего Не Виснет Я Рад Что Я Установил Операционную Систему Windows На Современные Ноутбуки Но Мне Каких Усилий Это Требовалось Поэтому Если Вы Хотите Установить На Современный Ноутбук Какую Либо Операционную Систему Более Ранью То Приготовьтесь К тому Что Вам Придется Потанцевать С Бубном Возможно Вам Нужно Будет Приготовить Диски С Вашими Драйверами Драйвер Пак Солюшн Готовьте Сам Драйвер Который Меня Выручил USB Просто У меня Не Работало Теперь Вы Знаете Как Сложно Установить На Современный Ноутбук Более Раннюю Операционную Систему А Ведь Это Все Сделано Специально Чтоб Windows 7 Невозможно Было Установить На Современные Ноутбуки Подпишись Подпишись Мой Друг На Мой Канал Ты Подпишись И Поставь Ты Мне Лайк Если Видео Тебе Понравилось Продолжение следует Продолжение следует...